Всем привет! Я вспоминаю свое кулинарное юношество. Когда давным-давно, когда я решил повысить свой уровень, я договорился в Петербурге с кулинарной школой номер один на индивидуальные занятия, поехал туда. И мой в то время педагог Костя Вагу, мы с ним дружим и уважаю очень шефа, крутой чел. И привет огромный Костя! Ему огромное спасибо за то, что одно из блюд, которое он мне тогда, в 2008 году, показывал и рассказывал, это опеканная уха. Старинное русское блюдо, которое может готовиться в зависимости от региона из любой рыбы. Но чаще всего это речная рыба, потому что в России так повелось, рек много, и поэтому ее готовят из речной рыбы. В тот момент мы готовили опеканную уху из корюшки. Той самой, которая в Питере очень популярна. Ну и сейчас у нас, что у нас там, зима заканчивается, весной по улицам Питера идешь, ветерок дует, и ты понимаешь, о, где-то продают корюшку, пойду туда, ветер оттуда дует. И идешь, смотришь, как она лежит в ящиках. А, так я в общем сегодня не про корюшку, у меня сегодня судак. Смотрите, здесь у меня головы... Я на рынке, когда прошу, чтобы мне разделали рыбу, значит, вот здесь филе, я говорю, хребты и головы без жабер. Нужно оставить. И всегда спрашиваю, а есть ли еще какие-нибудь головы и какая-нибудь вот эта вот шняга, которая остается. Люди приходят, филе забирают, все остальное говорят, да не надо нам все там выбросить. И они там складывают куда-то в ящик. Если с утра приходишь, они уже успели что-то намолотить, то они, соответственно, бесплатно мне лично ребята дают вот такие вот всякие штуки. Я говорю, у меня, чтобы бульон понаваристый был. Ну, а один из самых наваристых, это судак. Жира нету, желатина много, и уха из него получается прекрасная. Но, значит, чтобы ее украсить, чтобы ее сделать более интересной и раки. Брат, пойдем за мной, брат. Держит. Видишь его? Вот смотрите. Значит, вот этот, который у меня слева, он уже такой, хочет помереть, а вот этот вот еще себе живой. Ну, они вообще все живые, 4 рака. Я попросил, говорю, дайте мне раков для ухи. Ну, вкуснее же будет, да? Ну, иногда, знаете, поковыряться в этих раковых панцирях, съесть раковые шейки, внутри там икру, еще что-нибудь. Все это, конечно, такая затея очень увлекательная. Я рекомендую, раз это тоже морепродукт, если вдруг у вас есть, ну, покупаете вы судака, ну, недорогой судак, понятно. Раки в Москве лично дорого стоят, но там в регионах куда-то привозят 2-3 рака. Ну, это не так дорого для того, чтобы просто их бросить в кастрюлю, дать дополнительный вкус. Что я разговариваю? Значит, дать дополнительный вкус, пусть вода пока наливается, и сделать уху более интересной. А когда суп ваш более интересный, чем был вчера, это значит, что все удалось. Значит, ставим вариться головы. Я воды налил немного, потому что хочу, чтобы ухи было не очень много. Я потом, когда все фильтрану, у меня вообще мало останется. Но при всем при этом нужно не забыть, луковицу мы даже, ну, тройку кусочков, несколько кусочков тоже нужно опалить. Все, горелочку берем, опаливаем. Значит, для вновь прибывших, или для тех, кто пропускает те ролики, где я объясняю, что такое горелка и зачем она нужна. Этот простейший, дешевый гаджет ускоряет процессы. Вот смотрите, для того, чтобы запечь лук на сухой сковородке, как говорят многие шефы, запеките для бульона. У меня это заняло вот 30-40 секунд, а на сковородке сейчас бы вы сковородку достали, нагревали и так далее. Все это ускоряет процессы. Купить его можно в любом хозяйственном магазине. Вот этот вот пистолетик, который сверху отсоединяется, он стоит 250 рублей. Ну, в зависимости от технических характеристик и его визуального состояния, он может стоить до 500 рублей. Ну, допустим. Значит, я беру вот этот 250, и баллон стоит 80 рублей. Значит, 330 рублей вот этого баллона, во-первых, у вас хватит месяца на три, а то и больше. А вот этой штуки, если она хороша, иногда они попадаются бракованно. Ну, вы это поймете. Она будет сосать отсюда газ. Вот это вот очень герметично все супер. Вот она у меня уже, блин, больше двух лет, и вообще я не знаю никаких проблем. Зато я знаю, что я всегда достал что-то поджарить, обжарить. Три секунды раз добавил. Лаврушечку сверху достал. Вещь незаменимая. У меня уже большая часть подписчиков, судя по комментариям, купили такие себе штуки дома и пишут благодарности. Мол, типа, вы нам открыли другой мир, пожалуйста, я всегда с удовольствием. Значит, картошечку нужно нарезать так, как вы хотите, чтобы она выглядела в ухе. Все, тут проблем нет. Главное отличие вот этой ухи от всех остальных, если вдруг вы еще из названия не поняли или из моего объяснения, я дообъясню. Опеканная, это значит, что мы рыбу опекаем. Ну, то есть жарим. Мы ее потом в муке и в тарелку выкладываем, а всей ухой уже остальной заливаем. То есть у нас рыба не варится там. Как, значит, двойной навар, да, это когда мы варим кости, потом варим филе. Тройной навар, это когда мы варим кости, потом бульон фильтруем, потом новую рыбу закладываем, тоже кости варим, а потом уже одну или два вида филе. Значит, кто-то говорит, что двойная уха, это когда закладываешь туда рыбу, а потом, например, каких-нибудь раков или гадов каких-нибудь, речных, да, в том числе мидий. Кто-то говорит, что когда первое отварили, одно филе – это второй навар, а второе филе уже, когда то сварилось, это типа третий навар, тройная уха. Вариаций много. В разных городах и весях, где есть рыба и рыбный промысел, везде по-своему привыкли готовить уху. А пеканна – это одна из самых старинных видов ухи, существующих в России. Вот поэтому я и подумал. Думаю, я как человек любящий, я как человек любящий, звучит как романтично, как любящий супы, я вот решил, что непременно вы должны знать об этой ухе, что это, во-первых, наше наследие, во-вторых, это реально вкусная тема. Картофан и морковка у меня уже нарезаны. Пока, значит, бульон закипает, я раков вот сюда складываю, то бишь в большую мисочку и ставлю под проточную воду. Понятно, хлорная вода – это плохо для раков, есть шанс того, что там за пять минут промывания они помрут, но у раков, так как они живут в иле, у них много вот этой грязи всякой, песка внутри. Вот нам нужно поставить ее под проточную холодную воду для того, чтобы вымыть этот песок. Можно, конечно, туда, он там осядет и так далее, но зачем нам лишняя вот эта вот штука? Хотя, мне кажется, что у нас сейчас такая экология, в реках и озерах такая вода, что раки уже привыкшие ко всему, и к хлорке в том числе, и к помойке, и вообще к чему только не привыкшие. Я, конечно, с ними не разговаривал, но, значит, у меня есть стебель, ой, вернее, зелень сельдерея, а стебли, мне зелень понадобится в другом блюде, а стебелечки, которые вот здесь у меня небольшие, я их предлагаю отрезать, вот прям раз, два, три, четыре штучки, и петрушечку тоже отрезать. Когда уха готовится классическая, такая, основанная, скажем, на вот этой ароматике рыбной, когда мы ничего лишнего не добавляем, просто рыба, вкус рыбы. Но в опеканной ухе мы понимаем, что, во-первых, у меня здесь раки, уже изменение вкуса основного, потом у меня здесь будет обжаренная рыба внутри, да, это тоже меняет вкус, это все рыбное, но вкус измененный, он не чистый, понятно, что разные, значит, технологические термообработки, значит, они приводят к изменению вкуса. Поэтому здесь я, например, не чураюсь добавить стебли петрушки и стебли сельдерея в бульон. Пусть варятся. Вот переборщите сельдерея, я в одном месте в Переславле-Залесском, очень классное местечко, крутой ресторан русский, они притащили, а там, ну вот, наряду с картошкой и морковкой, вот там такое же количество сельдерея стебля. Конечно, уха пахнет уже не ухой, а сельдереем и овощным супом, и я тогда для себя отметил, что сельдерей класть вообще бы не надо, но в европейской кухне активно его используют, и поэтому вот небольшое вливание вот этого вкуса в такой интерпретации даст хороший результат. А если вы варите классику, сельдерей не кладите. Уха у нас кипела-кипела-кипела, минут 30-40, тут, в общем, на ваше усмотрение, можете час-полтора его, ее кипятить, и, ну, я попробовал, бульон меня устраивает. Хороший, вкусный, наваристый бульон. Значит, пока она там докипает, сейчас я ее фильтрану. Что я делаю с рыбой? Еще раз для тех, кто вдруг не в курсе или пропустил те моменты, о которых я уже говорил, и, ну, я не устаю повторять это каждый раз, потому что люди новые приходят, людям интересно. Значит, вот филе судака. Значит, филе судака, филе трески, очень филе минтая, они практически идентичны в строении костей. Здесь хребет у нас идет. От хребта идут кости. Хребет, реберные кости идут. И вот в том месте, где, в том месте, где реберная кость втыкается в хребет, идет еще одна перпендикулярная, значит, вот если рыбу представить, что она плывет, например, головой туда, то перпендикулярно по отношению к горизонту земли еще идут косточки на небольшом расстоянии от головы. Вы их можете найти. Вот здесь головной срез. И вот вы их берете пальцем, и вот они у вас. Опа! Вот где-то примерно до середины реберной части. Вот реберная часть. Вот где-то до середины идут вот эти перпендикулярные косточки. Вот здесь вот. Вы их рукой можете найти. Значит, вытащить их в сыром виде невозможно, потому что вы вырвете просто мясо оттуда, будет некрасиво. Так как у нас идет дополнительная обработка, соответственно, я могу себе позволить взять и вот так вот вырезать вот эту часть. Это там пусть доваривается. То есть, вот смотрите, вот брюхо, вот спинка, вот здесь находятся косточки. Вырезаем, получается вот так. Все, а дальше, в зависимости от ваших целей и потребностей, значит, берем просто и режем кусочки и брюшки и спинку. Да, предварительно только от чешуи очистите. Если плавничок остался, тоже его отрезаем. Все довариваем там. В общем, в любом случае, нам нужна вот такая вот кусковая часть. Можно, тут не принципиально, да, в опеканной ухе, конечно же, если мы рассматриваем ее как исторический рецепт, то, безусловно, никто на кусочки не заморачивался. Брали рыбину, ее, небольшую, в масле. Исходя из такой же истории, но я не уверен на 100%, но скорее всего, значит, Володя Мухин создавал рецепт, который назывался борщ с карасями. Борщ отдельно, а караси, косточки все выбираются, маленькие распластываются, жарятся в масле, получается как чипсы такие. И вот один на один, шпажкой накололи, борщ подали, караси рядом. И вот это та же самая история, как уха опеканная, только борщ с карасями. Многие из вас скажут, как это борщ, что такое, там на говядине наваренный, как это борщ с карасями, что это за такое? Да нет, в мировой гастрономии очень много блюд, которые сделаны из рыбы и мяса вместе. Ну, например, если вы употребляете анчоусы, если у вас есть дома анчоусы, попробуйте пожарить, например, шикарный стейк, какой-нибудь там, ребай, стриплоин, ну, или просто диафрагму, и кусочек стейка, не солите, перец дали потом, после жарки, кусочек стейка отрезаете, кусочек анчоуса на него, раз, и в рот, вы поймете, что это очень вкусно. Опять же, цезарь, заправка, цезарь с курицей, ну, классика жанра, да, и заправка, что анчоус туда идет, или, например, так, я тогда убираю, чтобы он уже больше не кипел, бульон, или, например, вителло тонато, у меня на канале есть рецепт, из индейки я делал вителло тонато, соус тоже с рыбой, делаем птицу и рыбу, или вителло тонато, это же вообще из говядины делается, говядина, плюс соус из рыбы, много таких примеров, в Азии пример, например, пример, например, на примере пример, в Азии есть ряд супов, которые варятся из трех видов бульонов, птица, свинина и рыба, бульоны варятся отдельно, потом смешиваются, и уже потом, далее подаются с лапшой, там, или еще с чем-то, маслица немножко подливаем растительного, постного, так сказать, кусочки складываем, соль, перец, да, и мука, обваливаем, ох, я, пожалуй, наверное, спинки, хотя брюшки тоже очень люблю, но филе не так много, поэтому, как только перевернули рыбу, маслица чуть долили, газ выключаем, и даем рыбке уже на остаточной температуре, от сковороды, до готовица, тогда она будет сочнее, либо лейте больше масла, чтобы она была как во фритюре, и прям быстро обжаривайте, чтобы она такая была хрустящая, я люблю, чтобы она была нежная, значит, с супом, вот какая история, бульончик сюда вот сливаем, косточки никуда не выбрасываем, их можно потом будет съесть, сковородочку отставляем, бульон врубаем на полную мощность, туда отправляем морковку, картошку, пусть варится, обязательно лавровый листик один, нужно добавить, освежить, так сказать, горошины, перца добавляйте по своему вкусу, я считаю, что эта зараза там все время попадается на зубы, потом это не очень вкусно, поэтому я, если добавляю, то добавляю молотый, перец молотый, перец, конечно, хорош, хорош, обязательно, лучок, так, нарезаем, я его обжаривать не буду, я буду добавлять его сырой, в этом случае мне так нравится больше, значит, все комментарии серии типа, в этом ролике вы показывали, говорили, что нужно обжаривать лук, в этом вы не обжариваете, в гастрономии есть определенные постулаты, и каждый раз в ролике я говорю, что у каждого блюда есть некий смысл, значит, когда все супы начинаешь обжаривать, лук, да, это дополнительный вкус, это определенный вкус, другой вкус, но не обжаренный лук тоже дает свой, другой вкус, поэтому я, когда придумываю блюда, или вернее использую уже наработанные базовые знания, я всегда размышляю о том, какой вкус я хочу получить, поэтому отсюда и выходит, что в одном я обжариваю лук, в другом я не обжариваю лук, и все, ничего там плохого совершенно нет, суп закипел, да простят меня раки, на пользу обществу, на пользу моим подписчикам, они уходят, и мы им говорим слова благодарности за то, что они сделают нашу уху еще вкуснее, картошка сварилась, картошка варится примерно минут 10, раки варятся минут 7, не нужно их долго-долго варить, рак маленький у меня, соответственно, быстренько поварили и выкинули все, совсем быстро их варить, тоже нельзя, будут резиновые, переваришь, будет ужмутся, вообще там ничего не останется, картошку и моркошку, выливаем сюда, значит, бульончику побольше, гуще поменьше, потому что, потому что, потому что теперь идут у нас кусочки рыбы, выкладываем в тарелку, теперь с усов сбрасываем лук, и отправляем раков сюда, все, ну а дальше смотрим, что нам осталось, до рыбы больше добавляем, еда должна быть в тарелке, правильно? Все, бульончик тоже нужен, здесь уже смотрим, и по желанию, по всему прочему, добавляем чуть больше бульона, вот аромат, вот от этого всего, здесь вкус и жареного, и мучной рыбы, да, вот когда жарит кто-нибудь в муке обваленную рыбу, запах определенный, вот отсюда такой, отсюда из кастрюли бульона с судака, с травками, муравками, и со всем прочим, ой, шикарная какая штука, все, чуть-чуть перца, немножко добавили сюда для ароматики, лишнее убираем, пора пробовать, прежде чем пробовать, надо вначале все посыпать зеленухой, на ваш вкус, так сказать, любой там укропчик, как я сказал, картошке минимум, максимум белочка, белка, бомба, это, это вообще, это настоящий суп, это настоящий рак, голову сюда, знаете, да, что, панцирь, когда мы снимаем, остается вот такая полость, кемская волость, сюда можно раковые шейки, с рыбкой разной, все это с креветчиком намолоть, фаршик сюда засунуть, в ушицу бросить, он схватится, и будет у вас такая котлетка в панцире, с усами и головой, в зависимости от потребностей и любителей обсасывать косточки, я всегда панцирь снимаю, я вот отсюда потом все это высасываю, я не выкидываю никогда, там есть что облизать, обгрызть и все, хвост очищаем по возможности, потому что это самая главная часть рака, панцирь можно сохранить, потом сделать из них биск, но это если у вас раков целое ведро, из трех-четырех раков, конечно, там особо ничего не сделаешь, все, раковая шейка, в ложечку с картошкой, да это не просто опеканная уха, это царская опеканная уха, вот это очень вкусно, у судака костей практически нету, тех, которые были, вырезали, очень вкусно, дорогие друзья, обязательно приготовьте, казалось бы, три рака, они такую пикантность дают всему этому, и хорошо сваренный бульон, простые ингредиенты, жареная рыба, что мне рассказывать, вы сами приготовьте, все сразу поймете, пока!